Всем привет, меня зовут Роман, и это мой канал о хоккее. Ребята, я все еще болею, шапку забыл в офисе, поэтому сегодня так предлагаю сразу, без обиняков, приступить к обзору первого матча финала Кубка Гагарина сезона 2021. Матч начался очень интересно, потому что ЦСКА при первой своей смене допустил ошибку и позволил авангарду вывалиться к своим воротам. Хохлачев отдавал на Семенова, тот бросал, но Ларс подтащил в этом эпизоде. После этого единственного момента ЦСКА захватил инициативу своей руки, помогло удаление Вилли Покина Константине Акулове. Был хороший момент в большинстве, у Максима Мамина он бросал, но шайба не юркнула под мышку Шимона Грубеца. Но в целом большинство было очень хорошим. У ЦСКА был очень активен Лайпсик, на мой взгляд он был, наверное, самым активным в составе армейцев, по крайней мере, в первом периоде. У него был шикарный момент, когда он вывалился 2 в 1 со Слепышевым, показал передачу, но бросил в ближний, но Грубеца нельзя было обмануть. Он прочитал этот эпизод очень правильно и спас свою команду. Затем уже снова Лайпсик обыграл 1 в 1 и сделал поперечную передачу, там Гилмор подключался, у него не получился сильный бросок, шайба так не очень сильно летела, но все равно момент был опасный и Грубец на перемещении все-таки отбил шайбу. После второй паузы, где-то на 11-й минуте матча, статистика по броскам была 12-2 в пользу армейцев. Авангард выдержал, вытерпел давление ЦСКА вот на старте и чуть ли не свою первую позиционную атаку завершил голом. Подняли шайбу наверх Чистяков, выдал пас Чинахову и тот шикарный, фантастический по точности бросок совершил в дальний угол. И таким образом Авангард открыл счет. Не знаю как вам, мне очень льстит то, что молодежь вот так вот у нас играет и она на таких ведущих ролях. Если говорить про этот гол, то хочу сказать, что здесь на мой взгляд ошибку допустил Корнаухов. Ему нужно было ближе играть с Чинаховым, пытаться этот бросок заблокировать. А он оказался в достаточно большом расстоянии и зная Игоря Никитина, я думаю, что возможно он Корнаухов в следующем матче состав не поставит. Ну так сказать, поглядим. Если брать статистику первого периода, то получилось так, что ЦСКА бросил 17 раз, Авангард 5, при этом еще 10 бросков, а мячи приняли на себя. Если уж подводить статистику, то надо обязательно сказать, что Шеребзянов провел на льду 9 минут 36 секунд. Ну невероятные цифры, это практически половина периода. Кстати, именно с удаления Шеребзянова начался второй период, когда он очень неосторожно играл своей клюшкой. Но для Авангарда это меньшинство могло закончиться очень даже хорошо. Потому что Семенов прессинговал Робинсона, и ему удалось шайбу у него забрать, выдать Потапову. Выход 2 в 1 Потапов мог здесь и должен был решать самостоятельно. Но он решил покатить обратно на Семенова, а тому уже помешали, и поэтому нормального броска не получилось. Но момент был очень опасный. Кстати, сразу же следующая атака получилась такой, что слепышу выдали шикарный пас, но он, на мой взгляд, просто не ожидал такого подарка и не смог воспользоваться такой ситуацией и бросить поворотом, и реализовать большинство. Вообще, во втором периоде игра стала более строгой, но даже это не помешало Авангарду увеличить преимущество в счете. Снова подняли наверх, и Кирилл Готовец, который забивал первых двух матчах в Казани, забросил и здесь, в Москве. Ларс Юханссон не видел момента броска, именно поэтому он пропустил эту шайбу. Вообще, мячи здорово пользуются вот именно этим компонентом, когда создают трафик перед вратарем. Это позволяет им вот такие голы забрасывать, потому что гол Чинахова и гол Готовца максимально похожи друг на друга по своей сути. Сразу же после этого отличный момент создал Чинахов для своего партнера Дениса Зернов. Зернов бросал, но Юханссон спас свою команду и оставил ЦСКА в игре, потому что 3-0 отыгрываться было бы очень и очень сложно. Концовка периода осталась уже за армейцами, они постарались во что бы то ни стало как минимум одну шайбу забросить во втором периоде. Была хорошая атака, когда Соркин с Телегиным убегали, там был бросок, но мимо шайба прошла. Затем был момент, когда Блажеевского вывели на оперативный простор, он должен был бросать, но он начал искать зачем-то какую-то тонкую передачу, и момент был заигран. Ну и самый опасный момент периода у армейцев был, когда, конечно, Максим Мамин вылезал на пятачок, бросал, но шайба попала в штангу. Немножко здесь армейцам не повезло, поэтому счет остался неизменным, Авангард выиграл и второй период со счетом 1-0. Пока я смотрел игру, я сидел там в телеграм-каналах, на Sports.ru, читал комментарии, и многие болельщики ЦСКА, да или просто там зрители, говорили, что сейчас ЦСКА во втором периоде выйдет да додавит, а мячей, то что было много моментов, просто чуток не повезло. Но игра-то показала совсем другое, ЦСКА уже не имел того большого преимущества, а Авангард, в свою очередь, сумел по такой игре свое же преимущество увеличить. Играть уже 2-0, это совсем другой счет, комфортно, оставалось всего 20 минут. Поэтому у меня к вам, дорогие друзья, вопрос, что случилось с ЦСКА во втором периоде, мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Надо сказать, что третий период как раз армейцы начали для себя очень хорошо. Лактионов подкараулил Поку, отобрал у него шайбу и в ближнем бою переиграл Грубеца, сделал счет 2-1, и вот казалось, что сейчас падет. Но не тут-то было, Авангард имел свои моменты, там Зернов не забил явнейший момент, затем через какое-то время Авангард все-таки третий гол положил, там Береглазов бросал. Но судьи сразу же отменили гол и сделали это абсолютно справедливо, потому что Сережа Толчинский там сбил ворота, когда падал. Но, видимо, третьему голу Авангарда сегодня суждено было случиться, потому что армейцы заработали 2 минуты штрафа за нарушение численного состава, совершенно не нужное. И, кстати, большинство Авангарда нам показывали с нового ракурса, который в этой игре появился у КХЛ-ТВ. И я хочу сказать, что это просто необыкновенный розыгрыш большинства. Шедеврально-фантастическая передача от Корбана Найта на другую штангу на Рида Буше. Пас, которого никто не ожидал, и Рид просто в пустые ворота подстроился и попал, и, соответственно, сделал счет 3-1. И практически снял все вопросы о победителе в сегодняшнем матче. Ну, просто гол-конфетка, просто согласитесь, что это истинное удовольствие от такого розыгрыша большинства. Ведь в хоккее бывают разные голы, там выхода 1-0, там когда всех обыграл. Но вот такие голы в большинстве, когда расчерчивается атака и комбинация, они тоже заслуживают отдельного восхищения. И в финале увидеть такой гол дорогого стоит. Красавчики, а мячи показали сумасшедшую реализацию большинства как инструмент на будущие матчи в этой серии. И даже после этого гола был еще один момент, когда подкараулили ошибку из-за своих ворот. Каблуков бросал, Потапов добивал. И Юханссон в последний момент своей ловушкой смог поймать эту шайбу. То есть Авангард мог забросить еще. Никитин пытался, конечно, исправить текущую ситуацию, но мало что получалось. Более того, за 3 минуты 50 секунд он взял тайм-аут, выпустил шестерых игроков. Но даже в формате 6 на 5 не особо что-то получилось. Более того, Каблуков поразил уже пустые ворота и установил окончательный счет сегодняшнего матча. 4-1. Авангард добыл первую для себя победу в финале, с чем мы их и поздравляем. Давайте посмотрим статистику. 29-26 по броскам в стуар ворота в пользу ЦСКА. Но вы же помните, что после первого периода было 17-5 в пользу ЦСКА. То есть за два следующих периода армейцы нанесли всего 12 бросков. И это при том, что почти весь матч они проигрывали. Как вы думаете, это ЦСКА сбавил или Авангард добавил? Пишите в комментариях. Авангард молочки очень уверенно победили. Добыли первую победу из четырех необходимых. Но давайте признаем, что особо ничего не поменялось. ЦСКА как и был, так и остается фаворитом этой серии. То, что Омск не проиграет 0-4, мы плюс-минус понимали и так, что серия будет более-менее равна. Это не будет повторения 2019 года. Поэтому однозначно можно сказать, что вся борьба еще впереди. И команды будут готовиться к следующим матчам. И здесь еще далеко ничего не ясно. Знаю, что вы любите тему судейства, когда я говорю, где было удаление или где оно должно было быть. И по сегодняшнему матчу я тоже кое-какие моменты себе выписал, но решил не вставлять их обзор по итогу матча. Потому что считаю, что какие-то маленькие помарки они бывают, но глобально судьи сегодня на результат игры не повлияли. Все удаления, которые были, они были по делу. Поэтому к судьям претензий нет. Я думаю, что вы со мной с этим согласитесь. А на сегодня у меня все. Если понравился выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И самое главное, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok